Ну что, крабоеды, начинаем с вами наш эфир? Мне кажется, да. Давайте посмотрим, слышно меня или нет. Крабоеды? Да, меня слышно. Вы меня видите? Лайки мне поставили, правильно? Напишите в чатик, здорово, привет, рады вас видеть, все такое. Я буду очень рад видеть ваше привет от студента КФУ КЕК. Ну что, кайф, добрый вечер, добрый вечер. На вебинаре по информатике вышел конфуз, никто не понял прикола моей толстовки, поэтому я сразу объясню. Это троглодит из третьих героев, он слепой. Это артефакт из третьих героев, он подзорная труба. Он ничего не видит, еще и пользуется подзорной трубой, не вижу ничего смешного, все понятно. Теперь можем приступить, наконец, к экономике. Предложение. Функция предложения. Закон предложения. Что такое предложение? Мы будем абсолютно в тех же осях купе. Анализировать теперь не потребителей, как в прошлый раз, а продавцов. Продавцы что-то тоже хотят. При каждой цене они хотят что-то там продавать, производить. Сколько-то производить, сколько-то продавать. Давайте за аксиоматику возьмем несколько вещей. Продавцы все, что хотят произвести по этой цене, все хотят продать. Ну, то есть, нет такого, чтобы продавцы хотели сколько-то там при такой цене произвести побольше и не продать. То есть, за один период, это мы имеем в виду за один год, вот они хотят сколько-то продать. И опять же, нет такого, чтобы они могли продать больше, чем они могут произвести. То есть продавцы все откуда-то добывают товар и весь его пытаются слить, стараются остаться без излишков, но и стараются опять же не допускать ситуации, когда у них покупают больше, чем они могут произвести. Спрос мы не анализируем сегодня, сегодня мы говорим, ну как сегодня, прямо сейчас, на следующем вебе, сегодняшнем. Мы будем анализировать спрос и предложения вместе взятые. А сейчас отдельно только предложения. Опять, давайте вспомним, что такое функция. Функция. Это. Напишите, пожалуйста, в чат, что такое функция. Определение понятия функции. Ну, да, я буду спрашивать вас again and again and again, пока вы не скажете мне идеально. Функция это. Определение понятия функции, пожалуйста, жду от вас в чат. Математическое определение математической функции. То есть функция это что? Чат, поживее. Вы спалились, что вы здесь, что вы пришли. Значит, вы должны отвечать на мои вопросы. Работа у вас такая. Я должен вебы вести, вы должны на вопросы отвечать. Ну и чё? Не помните, что такое функция? Погуглите тогда. Ваша работа. Я вам сейчас скажу, что такое функция, вы не запомните. Я вас спрашиваю, что такое функция. Вы думаете, не вспоминаете, гуглите, находите, пишите руками своими и запоминаете гораздо лучше. Вчера же на вебе было. Алло, блин. Что такое функция? Функция. Функция. Что это? Зависимость переменной y при всех значениях x. Хорошо. Я напишу по-другому. Правило, по которым элементам множества а сопоставляются элементы множества b. Причём каждому элементу из a сопоставляется ровно один элемент из b. То есть функция это правило, это соответствие. Зависимость. Если взять два множества a и b, то функция это такое правило, по которому мы расставляем стрелочки. Первому элементу соответствует первый, второму элементу соответствует первый, третьему элементу соответствует второй. Например, вот функция. Правило некоторое. Из множества, состоящего из трёх элементов, в множество, состоящее из двух элементов. Главное, чтобы из каждого элемента множества а выходила ровно одна стрелочка. Ни 0, ни 2, ни 5. Одна. Всегда одна. множество a называется областью определения функции, множество b называется областью значений функции. Все понятно? Вот функция. Так вот, предложение это функция из множества цен в множество количеств. То есть предложение это q от p. Чтобы отличать предложение от спроса, мы будем приписывать маленькую буковку s от слова supply. Эта буковка сама по себе ничего не значит, кроме того, что я имею ввиду функцию q от p, только эта функция предложение, supply, предложение. Так, да, любителям скринить, прошу заскринить экран, на котором написано определение функции, чтобы вы его знали, потому что мы много раз еще к нему будем прибегать. Все, молодцы, спасибо, пожалуйста. Q, D от p. Это спрос. Буковка D означает demand, спрос. Итак, у нас есть supply предложение, demand, спрос. Мы будем сегодня разговаривать про предложение. Итак, при каждой цене продавцы хотят сколько-то продать. Например, если цена будет 100 рублей, продавцы хотят продать 1000 единиц. А если цена повысится до 120 рублей, как вы думаете, продавцы захотят продать больше или меньше? По большей цене. Сейчас игнорируйте абсолютно покупателей. Все, покупателей нет, покупатели ничего не хотят. Продавцы хотят по цене 120 что-то там продавать. Раньше по цене 100 они продавали 1000 единиц, а по цене 120 они захотят продавать больше или меньше? Вот какой вопрос я ставлю перед вами. И почему? То есть, чтобы вы не ответили, я бы хотел понимания при этом. Почему так происходит? Как механизм, как работает? Из-за чего продавцы хотят продавать по цене 120 больше, чем 1000 единиц или меньше? Напишите что-нибудь сначала, просто как вы думаете, если я повышу цену со 100 до 120, то продавцы захотят продать больше или меньше или столько же? Опять, нас не волнует, что покупатели захотят покупать меньше пока. Пофиг абсолютно, только предложение интересует. Если поднять цену до 120 и сказать, смотрите, уважаемые продавцы, цена поднялась до 120. Сколько вы теперь хотите продавать? И что они нам скажут? Число, которое они нам скажут, будет больше 1000 или меньше 1000 или нет? При большей цене производители хотят продавать больше, чтобы получать больше прибыли. Хорошая логика, мне нравится. Мне нравится, что вы, Анастасия, думаете о том, что продавцы хотят получать больше прибыли. Потому что это, собственно, и есть их главная цель – получать больше прибыли. Мы же хотим говорить про рациональных экономических объектов. Главная цель – получать больше прибыли, больше денег, больше вкусняшек, больше кушать, больше радоваться жизни. Больше всего. Мы не берем в расчет цеки благотворительные цели и прочие такие вещи здесь, потому что мы анализируем модельку, в которой все просто тупо, эгоистично хотят на каждом рынке максимизировать свою прибыль. Это звучит как рациональная цель – улучшать свое благосостояние. А потом с этим благосостоянием делать все, что они хотят. Совершенствовать полезность свою. Кстати, благотворительные цели тоже попадают нормально в рациональную категорию экономическую, потому что каждый занимается благотворительностью, потому что получает от этого удовлетворение. Таким образом, благотворительность – это просто еще один вид потребления. Я просто не кушаю еду, я кушаю удовлетворение от того, что я кому-то какие-то деньги пожертвовал и получаю от этого полезность. То есть есть некоторая функция полезности от количества пожертвованных в благотворительность денег. А когда мы на рынке пытаемся денег заработать, мы пытаемся по как можно большей цене что-то там продать. Ну вот, окей, если цена будет не 100, а 120, Анастасия говорит, что они хотят заработать больше денег, поэтому продают больше. А почему же они по цене 100 не продадут больше? Если они вместо 1000 продадут 10 тысяч, 100 тысяч, они же тоже заработают больше денег. Почему вообще есть какое бы то ни было ограничение, сколько продавцы хотят продать при той или иной цене? Давайте лучше подумаем в другую сторону, что если цена снизится до 50, тогда продавцы как будто бы по вашей логике должны захотеть продать меньше. Типа там 500 единиц, как будто бы. Как будто бы у нас функция предложения имеет положительный наклон. Но вот я хочу понять, как так происходит, в чем суть? Когда цена понижается со 100 до 50, почему количество понижается с 1000, например, до 500? Вы утверждаете, что понижается. Вообще это правда, оно действительно понижается при снижении цены и повышается с ростом цены. Но почему продавцы хотят продавать меньше, по меньшей цене? Типа, если я вместо 100 ставлю цену 50, они такие, ооо, тогда мы не будем зарабатывать деньги, потому что цена низкая и продадим в 2 раза меньше товара. Эээ, чего? При меньшей цене они могут производить меньше, ресурсов не хватает. Вот, это уже более такие разумные, правильные рассуждения. Да, когда цену повышаем, появляется новая производственная возможность. Условно говоря, смотрите, по цене 100 я производил до тех пор, пока мне это было выгодно. Допустим, первый стул я собрал вообще на коленке из подсобных материалов, которые у меня валялись по квартире и продал его за 100 рублей. При этом подсобные материалы мне практически ни во что не обошлись и мое рабочее время я тоже расцениваю очень дешево. Второй стул произвел, третий стул произвел. Для того, чтобы произвести какой-то там 50 стул, мне уже пришлось там какие-то проблемы привлекать, потому что первые 49 стульев я выкупил всю древесину, которая в неделю производится в моей деревне, и все, и новой древесины нет. Новую древесину мне приходится покупать из соседней деревни подороже и производить 50 стул. И в итоге 49 первых стульев мне выгодно производить, а 50 обходится мне дороже, чем 100 рублей, за которые я его продаю. Таким образом, покупать древесину для 50 стула и продавать его по цене 100 рублей мне невыгодно. Поэтому я так не делаю. При цене 100 рублей на стуле я продаю 49 стульев. Цена поднимается до 120. И я такой, оп, она прикольная, теперь мне выгодно из соседней деревни покупать материалы. И количество возрастает еще сильнее, потому что мы можем теперь подключить дополнительные ресурсы, которые подороже, которые мы раньше не использовали, потому что они слишком дорогие. Как понимаете, как в КПВ. Мы сначала воспользовались самыми дешевыми, допустим, доступными ресурсами для производства того или иного. А теперь цена стала повыше, и теперь мы мобилизуем больше ресурсов. Давайте посмотрим на КПВ. Представьте, что условно это все происходит на двух полях, где морковь и картошка. И вот там какая-то КПВ есть между картофелем и морковью. И мы продаем картофель. Мы продаем картофель по какой-то цене. Соответственно, если бы мы полностью производили морковку, мы такие, слушайте, первая картошка ничего нам не стоит, приходится отказываться от маленького количества морковки. Следующая картошка подороже, следующая картошка подороже в терминах морковки. Допустим, цена продажи моркови фиксирована, цена продажи картофеля такая, что мы в итоге дойдем до точки, где соотношение, где альтернативные издержки производства картошки через морковь будут такие высокие, что мы скажем, нет, извините, новую картошку я производить не намерен, потому что отказываться придется от слишком большого количества моркови. А новую картошку я продам всего за 100 рублей. А от моркови придется отказываться как раз на сумму 100 рублей. Смысла нет. Если я еще дальше это буду делать, то вообще альтернативные издержки вырастут настолько, что каждая следующая единица картофеля обходится мне дороже, если пересчитать в морковку и в рубли за морковку, чем я могу заработать, продав картошку. А потом кто-то назначает цену вместо 100 рублей 120. Я такой, окей, круто, я готов побольше произвести картофеля, потому что отказ от моркови у меня теперь сравнительно не такой дорогой. То есть я отказываюсь от морковки на 100 рублей, а картошку продаю за 120. Круто. Я делаю так еще несколько раз, добиваюсь того, что альтернативные издержки возрастают вообще очень сильно и отказываться приходится от моркови уже на 120 рублей. Ну и все, в этот момент я останавливаю перевод морковки в картошку и получается в итоге что? Получается, что я от роста цены на картофель мотивирован увеличить производство картофеля по сравнению с морковкой. То есть тут не столько и не только даже ресурсов становится больше, сколько из-за того, что мы теперь продаем по большей цене, у нас появляется больше мотивации создавать именно этот товар по сравнению со всеми остальными, добывать именно этот товар по сравнению со всеми остальными. И у нас появляется дополнительное оправдание как бы ценой то есть раньше цена была 100 и не оправдывала некоторые затраты а теперь цена 120 и теперь некоторые затраты имеет смысл понести чтобы продать такую дорогую картошку потому что произвести ее еще дополнительно побольше ради таких классных то есть например раньше не выгодно было устанавливать конвейер который увеличивает производство картофеля на 50 процентов потому что мы устанавливаем конвейер а дополнительный картофель продадим по 100 рублей и в итоге он там принесет нам меньше денег к чем стоимость конвейера. А теперь дополнительный картофель принесет нам 120 рублей, и весь текущий картофель там, типа, тоже будет произведен и продан по цене 120 рублей. Но мы можем так продавать по цене 120, все круто, а можем произвести больше и дополнительно продать по цене 120, и таким образом он окупит конвейер. И мы такие, о, круто, давайте произведем конвейер. В итоге, получается, есть механизм, по которому производитель мотивирован произвести больше, если цена поднимается. Это в общем, в среднем так работает то есть чем выше цена тем выше количество интересно правда в спросе было наоборот чем выше цена тем ниже количество здесь есть такая штука эта штука называется закон предложения я опять сформулирую его по-задротски закон предложения заключается в том что qs штрих от п больше нуля объясните мне пожалуйста чё за дичь я написал опять в чатик пожалуйста обращаю себя по всей видимости к настя может быть еще кому-то может быть 8 человек смотрит кто-нибудь должен что-нибудь рассказать мне про это не функция возрастающая да по-другому спешу функция qs от п возрастающая а что значит возрастающая значит что если p1 больше чем p2 то есть этого следует что qs от p1 больше чем qs от p2 то есть значение функции тем выше чем больше ее аргумент чем больше цена тем больше количество вот такой вот закон предложения как вам такое окей круто у нас есть функция предложения она построена и у нас есть закон предложения он доказан бомбастик давайте думать теперь может ли закон предложения нарушаться вот задачка я вкину ее в доп задачу а потом как обычно разберу или не разберу в зависимости от того как я хочу может ли закон предложения нарушаться опять меня интересует не чисто математический вид функции чтобы он нарушался то есть я так вы таки скажете да конечно может вот же идет отрицательный наклон все бывает можно нарисовать предложение с отрицательным наклоном да не я не про это я про то что я хочу чтобы какая-то реальная задача настоящая экономическая задача генерировала мне не возрастающую или убывающую функцию предложения вот такая вот дичь то есть я хочу узнать бывают ли экономической ситуации в которых функция предложения убывает в каком-то месте вот такая задача все так закон предложения пока оставлю отличие supply и demand я стираю вот короче такие функции предложения ok 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 поехали проверим вас на глупость если производитель займется благотворительностью то по меньшей цене он будет продавать больше товара как так происходит непонятно что значит займется благотворительностью типа почему он по большой цене не готов был продавать много товара то есть мы не будем говорить что его вообще интересует отношение потребителей ко всему к этому его интересует отношение его собственное плюс мы будем говорить что его главная мотивация все-таки заработать максимальную прибыль может ли как то такое получится что чем больше цена тем меньше продавец готов продать вот такой вопрос или может быть чем больше количество тем поменьше цене он это количество готов продавать или может быть чем меньше цена тем большее количество он готов предоставить по такой маленькой цене вот короче как то сложно надо вот об этом подумать вот так вот именно функцию q от p рассматриваем короче хочу функцию предложения которая проходит через точку 0 0 и через точку 200 по цене и 100 по количеству напишите уравнение линейной функции предложения общий вид функции предложения такой c плюс d умножить на p если она линейная правильно потому что это цена умноженная на какую-то чиселку плюс какая-то чиселка чему равны c и d если она проходит через 0 0 и 100 200 подставим 100 сюда равно c плюс d умножить на 200 из первого уравнения имеем что c равно 0 из второго уравнения имеем что d равно 1 2 получаем q равняется 1 2 p и так поиск линейной кривой предложения проходя через данные две точки сводится к решению системы линейных уравнений это очевидно опа здорово кирилл что у нас там если производитель займется благотворительностью то по меньшей мере он будет продавать больше товара баба мечты это я уже видел когда товар в дефиците эксклюзивный может быть он будет продавать мало товара по большой цене то есть цена будет подниматься а количество будет уменьшаться вы утверждаете ну типа чем больше цена тем меньшее количество он готов продавать такое себе не знаю кирилл коновалов вполне если например кпв линейная и мы и так производили только картошку наши производственные возможности не увеличились поэтому мы не сможем чисто физически произойти больше а линейный кпв возможно например у нас 1000 одинаковых фермер все эти фермеры в нашей стране новых людей мы уже не привлечем все эти фермеры производят одинаковое количество картошки и моркови тогда кривая спроса вообще будет кусочно линейная кривое предложение вы хотели сказать как только цена картофеля будет ниже чем моркови мы сразу же вообще перестанем ее производить да в итоге кривое предложение будет выглядеть так при любой цене начиная от какой-то количество всегда одинаковое а при какой-то цене она просто ноль в итоге у нас кривое предложение получается не возрастающие ваши заметки заставляют меня поменять закон предложения на вот такой вот я не хотел уже уходить в такие дебри и в чистой формальности но вообще говоря конечно закон предложения заключается в том что кривое предложение не убывающая и со спросом то же самое на вчерашнем вебе я писал строго меньше нуля на самом деле нет на самом деле меньше либо равно потому что при некоторых ценах условно если я понижу цену кока-колы на одну копейку наверное количество потребителей и желающих ее купить не поменяется то есть какие-то там интервальчики одинакового уровня точно есть вообще надо предполагать что она там кусочно линейная по сути состоит всегда из таких интервальчиков вот ну все еще тот же вопрос верно ли что при этом закон спроса то есть пока что вы привели пример при котором функция предложения будет не возрастать то есть но и не убывать а я хочу пример убывающие кривое предложение прям такой чтобы по мере повышения цены производитель хотел продавать меньше товара как вам такой вопрос окей мы умеем искать линейную кривую предложения через две точки замечательно ну там интересное замечание если кривое предложение проходит через 00 то есть вот такая вот какая то то у нее всегда c равно нулю потому что просто постановка 00 дает нам что 0 равно c плюс 0 так что c будет равно 0 мы будем очень часто этим пользоваться да блин я тут специально не пишу ничего в чат жду доп задача а потом выясняется что меня обманули нет нет не обманули смысле все правильно вы правильно решили ту доп задачу а потом есть ну типа новую поставил так правильное решение той доп задачи вынудила меня написать здесь больше либо равно но потому что я такой да действительно закон предложения это не про строгое возрастание потому что то предложение оно абсолютно нормально оно не выбивается из рамок мы считаем что такое предложение вполне адекватно и вообще говоря практически любая функция предложения на самом деле она не идеально линейная потому что идеально линейная предполагает какую-то тупость она вот такая вообще вот так правильно ее нарисовать даже без вот этих горизонтальных полосок при каждой цене есть некоторое количество и при некоторых уровнях цен эти количества постоянные то есть такая цена или такая цена небольшое изменение цены очень часто не дает производителю возможности до произвести еще товара а потом при какой-то цене происходит скачок и он может воспользоваться какой-то новой возможностью так что на самом деле кривое предложение обычно выглядит вот так и кривая спроса обычно выглядит вот так просто мы экономисты для упрощения рисуем вместо этого вот такую модельку какую-то и говорю все вот это типа это типа кривое предложение ну я к тому что совсем формально если быть правильным то вот больше не бравно не пишу ничего в чат жду доп задачи могут бы и поздороваться в конце концов с линейными разобрались окей какие могут быть нелинейные функции предложения я хотел бы еще поговорить про то откуда функция предложения берется вообще попробуйте придумать все-таки попробуйте нормально доп задача надо ее решить не хочу ее разбирать полноценно хочу чтобы придумали решение берем какие-нибудь возрастающие функции предложения вот так или вот так давайте на две разные функции предложения посмотрим поймем чем они отличаются условно вот такая и вот такая у первой функции предложения вторая производная больше нуля у 2 и 2 производной меньше нуля я сейчас не хочу вас в жесткую терминологию гони я хочу понять что означает вот это вот штука странная вот этот наклон страны этот наклон означает что чем дальше то есть типа если q от p рассматривать да то есть вот цену поднимаем q практически не реагирует а потом типа маленькое изменение цены приводит к колоссальному изменению количества то есть совсем чуть поменяли цену очень сильно поменялось количество означает что где-то в маленьком самом начальном уровне по очень маленькой цене мы готовы очень мало продавать цена чуть-чуть приподнялась у нас ничего сильно не поменялось еще чуть-чуть приподнялась еще ничего не поменялось а потом с какого-то момента условно с 1000 рублей каждый дополнительный рубль приводит к тому что у нас открываются все новые и новые возможности по добыче этого материала например представьте себе такую ситуацию допустим мы продаем пшеницу и мы можем ее добывать множеством способов например выращивать и при разных ценах маленьких мы готовы выращивать пшеницу и продавать и сколько-то чуть-чуть немножко на своем садовом участке цена приподнялась мы при повысим стоимость пшеницы там другой садовый участок возьмем побольше еще цена увеличилась мы такие ну там трактор купили да еще цена увеличилась а с какого-то момента цена вырастет выше чем ну вот если вот так вот повышать и до сна вырастет выше чем стоимость добычи пшеницы нами у других фермеров нам становится выгодно в какой-то момент сделать стандартную модель то есть поставить несколько полей нанять на эти поля фермеров купить им стандартизированное оборудование тракторы там еще что-то такое и раздать им всем и сказать все добывайте для нас пшеницу и собирать у них пшеницу поставить везде наемного менеджера и так далее и мы такие сделали так много раз и продаем дофига пшеницы очень довольны этим но у нас там есть какие-то ограничения цена пшеницы поднялась еще на 1 рубль мы такие вау круто мы можем настолько больше зарабатывать то что мы и так уже там миллионами тонны и продаем да как мы это делаем больше зарабатываем мы эти много дополнительных денег инвестируем в то чтобы усовершенствовать комбайны мы такие чуть-чуть вот маленькая цена изменилась цена мы такие столько дополнительных денег сейчас заработаем что мы можем усовершенствовать комбайны и получить кучу дополнительной пшеницы за такие маленькие потом еще небольшой прирост Опять вызывает офигенный просто бум в том, что мы можем еще что-то усовершенствовать, еще что-то улучшить, удобрение новое закупить. И с офигенными удобрениями, вот этот лишний рубль пшеницы, например, цена пшеницы поднялась на 1 рубль, мы закупили удобрение, которое в этот лишний рубль вкладывают там всего 90 копеек. И мы такие, о, круто, за 90 лишних копеек купили удобрение, и вырастили дофига больше пшеницы, и заработали дофига больше денег. Каждый лишний рубль с какого-то момента может давать нам офигенный прирост. Это я про вот эту вот пунктирную линию. Теперь поговорим про непунктирную линию. Представим себе, что вот это вот S1 это S2. Как такое может быть? S2 означает, что у нас наоборот. Когда цена очень низкая, то каждая прибавочка к цене придает нам очень большой объем Q. А как только цена становится очень высокой, то маленькая прибавочка в цене практически не меняет Q. То есть нужно довольно сильно прибавить в цене, чтобы Q немножко возросло. Покажите пример который похож на S2. Например те же упоротые товары, для которых закон спроса нарушался. Товары Гиффина. Для них наверное закон предложения будет нарушен. Типа у нас голод, товаров не завозят, люди уже и готовы покупать за дорого, а мы не готовы продавать больше, у нас просто товара уже меньше. Мы хотим продавать его по цене подороже. Но если мы не продадим сколько-то сейчас, то народ просто умрет. Некому будет продавать дороже. Поэтому будем сокращать количество продаваемых товаров до минимума. Интересная идея. Я ее перефразирую, чтобы понятнее было донести. Условно представьте, что мы действительно продаем очень сильно ограниченный товар. Например тот же самый хлеб в голодающем городе. У нас есть цена, есть количество. И представьте себе, что мы этот хлеб сами с удовольствием бы съели. И в общем-то в этом городе нет больше никаких развлечений и нет никаких возможностей что-то еще вкусное потреблять, только хлеб. Или что там, картошка там была. Картошку потреблять, все вкусно, больше остальное ничего вкусного нет. Еще можно потреблять деньги, потому что когда мы получаем деньги, мы радуемся от того, что в будущем, в далеком, когда голод кончится, мы эти деньги будем очень круто тратить, купим дома себе там богатыми станем и так далее. А сейчас картошечка. Ну вот мы такие берем эту картошечку и начинаем думать, как это работает. Если цена очень низкая, то мы ее не готовы продавать сколько-то времени. Потом цена становится какая-то приемлемая, мы готовы продать очень мало, остальное мы лучше скушаем, потому что сейчас скушать картошку для нас очень полезно. А продавать картошку по такой маленькой цене, ну немножечко мы готовы продать. Потому что денег заработать прикольно, в принципе, да, по такой цене. Обычно картошка по 5 продается, тут по 10. Цена становится 20, мы такие, блин, это очень дорого, мы готовы продать много картошки. 30, мы такие, о, это вообще дорогащая, куча денег это мы готовы вообще очень много и так допустим до сотник когда мы продаем по цене 100 мы продаем вообще практически всю картошку который у нас есть а сами еле-еле голодаем короче почти ничего не едим лишь бы картошку продать вот нас в итоге получается ситуация в которой мы по цене 100 продаем картошку прям очень много и зарабатываем там допустим миллион долларов напишу это число чтобы она в глаза бросалась мечта допустим у нас есть заработать миллион долларов вот ради того чтобы заработать миллион долларов за время голода за этот год-два мы разрабатываем миллион долларов продавая картошку по цене 100 в больших объемах допустим цена вместо 100 стала 200 больше чем миллион долларов нам не особо нужно условно говоря на миллион долларов и на 2 миллиона долларов мы покупаем одинаковое количество своих ценностей вот так получилось что условно говоря для человека который вот там с картошкой, ему миллион долларов хватает на классную, супер идеальную жизнь, в которой он покупает все, что хочет. А если у него есть 2 миллиона долларов, то у него тоже классная, супер идеальная жизнь, в которой он покупает все, что хочет в тех же объемах. Поэтому дополнительный миллион не несет ему такой уж огромной ценности. То есть он такой, в целом миллион долларов или два, мне без разницы, я и так, и так буду кайфовать. Мне все время будет хорошо, я буду очень доволен жизнью, все такое. И вот он думает, по цене 200 я могу продавать так же много картофеля, допустим, он продает всю тысячу картофеля, которые у него есть, и заработать 2 миллиона долларов. А могу продать поменьше картофеля, например, 500 единиц, заработать свой миллион долларов, который потом потратить на все, что он хочет, и при этом часть картофеля не продать, а потребить. То есть у него альтернативные издержки производства картофеля всегда упираются в полезность от собственного потребления. Условно, пусть он выбирает не между картофелем и морковкой, а между картофелем и своими другими всякими желаниями и возможностями. Или условно говоря, представьте, что от повышения цены, короче, он может благодаря продаже этого картофеля зарабатывать так много денег, что ему уже не надо продавать весь картофель. И ему становится выгодным в какой-то момент загнуть свое кривое предложение назад. Типа, чем дальше цена идет, тем ниже количество, которое он продает, потому что остальные картофели он решает скушать и получить полезность прямо сейчас. Таким образом, если цена картофеля поднимется до 200, он продаст 500 единиц картофеля, заработая миллион долларов, как он хотел, и при этом кушая картошку, очень довольным будучи. Так, что у нас, что у нас, что у нас? Товаров не завозят, люди уже и готовы покупать за дорого, а мы не готовы продавать больше. Так, но если мы не продадим сколько сейчас, народ просто умрет. Так, пример на С2. Нефтяная промышленность, вот на эту, на С2, да? Нефтяная промышленность. На начальных этапах очень просто вводить инновации, а когда цена уже высока, новые инновации стоят очень много, танкеры покупать нужно, они дороже нефтяных башен. Ну, или не танкеры, а буры там, клевки, не будет что-нибудь очень крутое, но очень дорогое. Да, типа на начальных этапах просто цена там поднялась выше какой-то минимальной планки, и мы начали жестко апгрейдить все. Потому что просто пока цена была низкая, мы не хотели вообще добывать нефть, к которой цена стала хоть сколько-нибудь нормальной, мы такие пошли сразу разрабатывать там, разрабатывать месторождение нефти, чтобы оттуда добывать нефть, все такое. И это было очень легко, то есть каждое там новое простейшее внедрение, цена типа чуть-чуть поднимается, мы такие бам, много дополнительного товара производим, потому что от подъема цены немножко мы смогли что-то сделать. Но очень быстро закончатся 3 или 5 или 10 стандартных нововведений, и сначала мы будем самое дешевое внедрять. То есть цена чуть-чуть приподнялась, мы самое дешевое нововведение внедрили, очень сильно повысили производство нефти, круто продаем. Цена еще немножко поднялась, мы внедрили следующую инновацию, которая еще немножко позволила нам больше продавать. В итоге инновации кончились, и каждая следующая дополнительная штука, которая позволяет нам ускорять и увеличивать производство, она обходится все дороже и дороже. Скважины приходится бурить все глубже, потому что первично мы бурили скважины там неглубоко, там добывали нефть. Потом приходится все труднее и труднее ее добывать. То есть нефть, условно говоря, которую добывали раньше, ее было добывать проще, чем нефть, которую мы добываем сейчас. Потому что в каких-то объемах мы нефть добыли, типа мы нефть добывали раньше простыми методами. А вот она кончилась, близко к поверхности, легко доступно и так далее, нам приходится теперь буриться глубже и добывать нефть менее удобно. Давайте еще пример на С2. Хорошим примером на С2 является опять же какой-нибудь ограниченный ресурс, который не так-то просто дополнительно добыть. Это, кстати, является красивым примером и на С2, и на отрицательный закон предложения. И он близок к сердцу. Давайте рассмотрим рынок преподавательских услуг. И рассмотрим кривую предложения одного индивидуального преподавателя, который работает там с учениками индивидуально или в группах, или еще как-нибудь. И вот у него есть некоторая цена на его час, допустим, цена часа. По цене часа он готов предложить сколько-то там часов в неделю работы. Просто, в принципе, по всем ученикам в сумме. И вот С2 выглядит как раз так для репетитора, потому что у него повышается цена чуть-чуть, и он готов работать сильно больше, получать больше прибыли. Повышается цена до какого-то огромного состояния, он готов очень сильно и много работать, и много зарабатывать. А каждое следующее повышение цены, и он уже нехотя выделяет еще дополнительный час, потому что и так уже преподает практически все свое свободное время. И потом, типа, каждое следующее повышение цены, и он все меньше и меньше дополнительного времени готов выделить, потому что, ну, в какой-то момент у него цена поднялась. Он такой, ну, ладно, возьму еще одного ученика и добавлю еще 4 часа в неделю себя этим учеником. Еще какая-то цена поднялась, и он такой, так, блин, могу теперь добавить еще 2 часа, потому что времени уже и так практически не осталось. То есть у него просто есть некоторое физическое ограничение на время, которое он может предложить. 168 часов в неделю, да, есть больше 168 часов, никто не может в неделю просуществовать, потому что это просто вот время. Еще надо когда-то спать, но можем сделать вид, что это вот такой не спящий репин, да, и вот он работает. Чем выше цена, тем меньше у него остается времени спать. Ну, а теперь должны понимать, что у него, по сути, абсолютно такой же эффект будет наблюдаться. Ну вот, с повышением цены у него замедляется рост количества, потому что есть некоторое физическое ограничение на максимальное количество времени, которое он может работать. А с какой-то цены, вот какая-то огромная ставка, он становится типа лакшери сотрудником, крутым, зарабатывающим очень много денег. И в итоге у него получается, что если он на образовательном рынке находится исключительно для зарабатывания денег, то он в какой-то момент начинает работать гораздо меньше. Потому что, если у него цена поднимется до огромного состояния, то он может позволить себе работать меньше, получая за это маленькое количество часов большую ставку почасовую. Таким образом, зарабатывая достаточно денег на жизнь и высвобождая досуг. Ценность досуга у него значительно повышается по мере того, как растет его доход. То есть, чем выше его почасовой доход, тем выше он начинает ценить свой досуг. Таким образом, альтернативные издержки для него одного часа работы, раньше альтернативные издержки одного часа работы представляли из себя один час досуга. И он такой, ну один час досуга это не такая уж ценная вещь, предпочту поработать. И типа, чем выше цена становилась, тем чаще он предпочитал поработать. Вот это возрастающий участок. А дальше, по мере того, как его доход рос, его качество, его досуга тоже росло. За один час досуга он теперь мог не дома посидеть, книжку почитать, а там полететь в Италию, что-нибудь такое. И он такой, один час моей работы стоит мне одного часа моего досуга, но мой досуг становится для меня настолько ценным, что я хотел бы поменьше работать. Но все это встречали. Я рассказываю про преподавателей, в смысле, я видел таких преподавателей, у которых там ставка вырастает выше определенного критического значения для них. И они такие, все, хочу меньше учить детей. Ну, то есть, это преподаватели, которым не очень, в общем-то, нравится работать, да, не очень нравится учить. Они хотели чисто денег заработать, поэтому, когда у них стоимость часа становится выше определенной, они хотят меньше работать, чтобы больше заниматься всем остальным, отдыхать там и так далее. На самом деле, вы такую картину можете наблюдать на любом рынке практически, любых услуг, любых вообще, просто любой сотрудник свое кривое предложение представляет именно так. Если вы просто посмотрите какие-нибудь паблики успешного успеха ВКонтакте или что-нибудь такое, вы все понимаете, большинство людей хочет именно вот оказаться вот на этом участке своей кривой предложения, чтобы у них цена поднялась настолько, что они отказались бы от работы в силу того, что у них настолько высокая стоимость их часа. По факту, большинство людей как бы находится тут. Условно, когда вы нанимаете каких-нибудь там строителей, разнорабочих, там, бла-бла-бла, их стоимость находится на этом участке, то есть, чем выше цену вы им предложите, тем больше они будут готовы поработать. Но все премиальные сервисы, услуги, все премиальные сотрудники, они уже находятся вот там. Люди, которые зарабатывают больше, чем им нужно на жизнь, от повышения дохода начинают меньше хотеть работать. То есть, условно, если вас сейчас нанять на зарплату в миллион рублей в месяц, вы такие, о, круто, за миллион рублей в месяц я готов работать там днями, ночами и так далее. И вот у вас есть много возможностей устроиться куда-то за миллион рублей. У вас все компании хотят за миллион рублей. И вот есть компания, которая предлагает вам 2 миллиона рублей в месяц и предлагает работать там еще на 10 часов больше. Вы такие, не, не хочу, я тогда умру, потому что я отдыхать не буду достаточно. А вот появляется компания, которая предлагает вам, типа, работу за 2 миллиона и предлагает вам самим выбрать количество часов, которые вы готовы будете работать. И оплачивать она вам будет не 2 миллиона, а условно пропорционально тому, сколько вы будете работать. И вы можете сами выбрать, сколько работать. Вы такие, да в принципе пофиг, типа, миллион рублей в месяц мне хватало на все мои нужды, будет прикольно зарабатывать миллион и освободить себе вторую половину недели. Типа, 2 миллиона я не хочу, я хочу свободное время. Вот вы начинаете, короче, хотеть побольше, столько же зарабатывать и высвободить свободное время. И так очень многие люди думают. Из-за этого на самом деле суммарное кривое предложение всех людей тоже так выглядит. То есть с какой-то цены, начиная, все люди будут уходить в досуг. Вот так вот. Был у меня один такой препод, занимались с ним задорого олимпиадной математикой. 6К 90 минут, но это еще не самая дорогая штука, я занимался дороже. А в этом году он не нашел для меня времени, даже предложил повысить цены в полтора раза, но не помогло. Жаль, функцию предложения для такого преподавателя нельзя задать. Почему нельзя? Можно. В смысле, это Q от P. При каждой цене есть функция. Можем прямо нарисовать, что это параболка конкретная. Вот. Ну да, Кирилл, поэтому ты в итоге наткнулся на школку и теперь можешь ботать с нами. Олимпиадный математик, что экономику все красиво. И денег меньше тратить, правда? Вот. Круто. По-моему, это очень красиво. В смысле, интересно, что закон предложения нарушается, причем нарушается логичным образом на очень высоких ценах. Типа, если цена на товар или услугу поднимается слишком высоко, то вот происходит такой эффект. Интересно. Другая проблема. У кого и где я занимался дороже? Нет, в смысле, я имею в виду, я как преподаватель занимался дороже. То есть, типа, с другой стороны баррикад. Когда я, типа, перешел в Школково и начал заниматься в группах, как бы, у меня ставка была 4,5 или 5 тысяч в час. Это чуть-чуть дороже, чем 6к за 90 минут. И стандартное занятие было не 90 минут, а 2 часа, поэтому так. Ну, а сейчас я работаю в группах. Индивидуально не работаю совсем. Я, наверное, нахожусь вот на этом участке своей кривой предложения. Только у меня кривое предложение, по-моему, работает так. Типа, вот тут вот где-то максимальное количество часов, в которые я готов работать. Оно знаете, кстати, какое? Сейчас я скажу точно. Где-то около 90 часов, наверное, в неделю. Я пока не научился работать больше, чем 90 часов в неделю. В том смысле, что если я, ну, одну-две недели, я могу проработать больше, чем 90 часов. Но если я так работаю хотя бы год, вот прошлый год я работал примерно в таком режиме. И очень устал. А я не люблю так сильно уставать, поэтому там хотя бы дополнительный выходной получить и иметь возможность. Вот, 90 часов в неделю. В этом году у меня, например, 64 с половиной часа преподавания. Только преподавание 64 с половиной часа. Еще очень много всяких там дел организационного характера. Ну, из-за того, что я много всего еще в школах делаю, кроме преподавания. Ну, вот, я думаю, что где-то вот на уровне 90 часов вот такая функция. Ну, вот все. Дальше уже без разницы, какая цена будет. Просто я готов столько работать. Если мне окупили, типа, стоимость моего часа, то вот все. Вот такая там кривая моего предложения на ближайшие, допустим, 5 или 10 лет. Потому что у меня есть ценность не только денежная в работе, в которой я делаю, но и там не финансовые факторы. Не ценовые факторы, так сказать, которые вот такую генерят мое кривое предложение. То есть там нет нигде момента, где я хотел бы работать меньше, потому что в основном работа, начиная с этого момента, мотивируется у меня уже не деньгами. Такое тоже надо понимать, что бывает. Так вот, смысл в том, что обычно кривые предложения... Чего-чего? Про деньги. Считаю, что в школку прям все очень дешево. Вебы по экономике с натяжкой можно назвать работой в группах, мини-группах скорее. Не, ну так это сейчас, потому что мы только начали, и вас там всего по 3-4 человека. Я все-таки ожидаю, что сейчас людей станет побольше. Вот. Плюс у нас есть желание сделать просто все это бесплатно вообще. Идеально было бы. Доп-задачу мы разобрали. Грустно, когда лагерь Школково в Москве, ты из Челябинска. Ну нет, не грустно, в смысле возьмите билеты на поезд, на самолет, приедьте один раз. Это офигенно помогает. Ну то есть, да, для вас это увеличивает стоимость лагеря с 25, там до 35 тысяч, потому что десятку надо заложить на билеты туда-сюда. Или если вы на поезде едете, то не десятку, там тысяч, пять-шесть. Ну в смысле, да, добавьте это к стоимости лагеря, это нужная, блин, штука. Я говорю, я сестру таскал из Ижевска в лагеря в нашем прошлом году. Так что... Да, в лагерь еще зарплату не платят. Нет, так это просто, типа, я отказываюсь зарабатывать на лагере, потому что таким образом могу позволить детям ехать в него бесплатно. Это некоторый мой просто благотворительный вклад в то, чтобы дети ехали дешевле, чем они поедут, если там преподаватели будут. И каждый преподаватель так индивидуально решил, и вот получился некоторый набор преподавателей, которые хочут бесплатно поработать, чтобы у детей была возможность выехать в такой лагерь. Мне кажется, что это очень здравое и правильное отношение к вопросу. Понятно, что мы там глобально зарабатываем деньги, да, просто на других вещах, ну и много всего этого одновременно вместе работает. Нам хорошо, всем хорошо. Вообще прикольно, мне нравится. Ну понятно, что мы хотим, например, чтобы вы рассказывали знакомым о лагере, в котором вот так, в котором ценник вот такой, а качество как бы вот такое. Ну типа прикольно, мы вроде как реально сравнимы с другими. Заплатил за октябрь марафона. Ух, хорошо. Красопед. Ну все, значит я сегодня покушаю вечером. Короче, предложение, функция предложения, закон предложения. Мы с вами разобрали ситуацию, когда он нарушается. Так вот, будем рассматривать много кривых предложений. Как решается эта проблема? Почему мы все-таки не будем в модельках экономических предполагать, что оно вообще, когда бы то ни было, нарушается? Ну как, мы вот так это стираем просто и говорим, а зачем нам рассматривать ситуации, в которых цена поднимается выше определенной? Давайте мы просто скажем, что есть некоторый лимит на цену сверху, выше которой нерегулярное поведение у функции предложения. Просто скажем, что да, функции предложения с какого-то момента загибаются обратно и вообще ведут себя как попало. Но если нужно произвести, например, вот такое количество, то нафига такое количество производить по такой цене, если проще произвести такое количество вот по такой цене? Просто давайте скажем, что до космических цен дело не доходит. Просто вот не доходит и все, все, нет космических цен. Все, есть маленькие цены. Что там? Кстати, эту неделю вебы будут? Вы же в лагере будете? Да, но не все. То есть в некоторые дни я не приеду и не проведу. Возможно, потом их компенсируем выходными, а возможно не компенсируем. Просто дам больше работки на самостоятельное освоение. Или вебы сделаю подлиннее, которые я провожу, которые я проведу, собственно, которые приеду. Но я не буду всю неделю в лагере, я буду кататься туда-сюда, но просто не во все дни. В некоторые дни хочется там вечером еще преподавать. Поэтому так. Вот. Ну что? Мы будем делать вид, что все кривые предложения индивидуальные такие. А значит, если такой price cap действует как бы вверх цены, просто выше него не будем рассматривать все это в модели. То у нас как бы вроде как на таких регулярных этих все кривые предложения такие. Значит, при каждой цене... Как они складываются еще? Давайте поймем. Индивидуальные кривые предложения при каждой цене, каждый готов сколько-то произвести. Мы говорим, вот это Q1, это Q2, это Q3. А потом мы говорим, что Q общая равняется Q1 от P плюс Q2 от P плюс Q3 от P плюс Q4 от P. То есть мы при каждой цене складываем все кривые предложения, которые есть. Что там? Дмитрий Алексеевич что-нибудь похожее на математике скажет. А что он должен похожее сказать? Можете еще раз текстом написать, чтобы я ему передал? Короче, вот. Вот так складываются индивидуальные кривые предложения и строится общее кривое предложение всего рынка. То есть ничего космического в этом нет. Предложения это просто взяли каждого и опросили. Типа, чувак, ты как вообще? Ты сколько готов предложить товары или услуг? И он говорит, столько. А если цену поднять? Он говорит, тогда побольше. А если цену поднять? Тогда побольше. И так каждого опросили. А потом при каждой цене сложились суммарные штуки. Если у каждого она возрастающая, значит в сумме она тоже будет возрастающей. Вот я вроде как, помахав руками, доказал закон предложения. Да, кривые спроса тоже складываются так же, потому что у нас при каждой цене есть индивидуальный спрос каждого челика. Причем, если это дискретные товары, например, коровы какие-нибудь, которых люди покупают. Коровы настоящие такие, му-му-му, рогатые такие. И половину коровы нельзя, да, покупать? Потому что ценности от половины коровы мало, молоко она не приносит. Целиком коровы покупают. И тогда у одного человека спрос вообще дискретная функция. Она выглядит очень тупо. Он такой, я готов купить ноль коров по такой цене. А по такой цене я готов купить одну корову. Одну корову, одну корову, одну корову. А по такой цене я готов купить две коровы, потому что очень дешево. Ну и вот у него так дискретно появляются новые коровы в новых точках. А у другого пользователя в другой момент есть переломные моменты по цене. И так у всех. Мы при каждой цене просто складываем, сколько коров каждый готов купить, и у нас появляется некоторое число. И так при каждой цене у нас есть некоторое число, значит у нас есть функция, которая генерирует Q в зависимости от P. При каждой цене дает нам количество. Да, кривые спроса также складываются. Собственно, сегодня будем в том числе и складывать их на следующем вебе. Много конкретных уже. Вот. Откуда она берется, понятно, да? Закон предложения мы разобрали. Ну все, по кайфу. Теперь можно и рассказать немножко про внутреннюю структуру фирмы. И откуда у нее вообще берется предложение. Вот давайте возьмем фирму. Давайте функцию какую-нибудь над Q построим. Например, мне нравится функция TC. Я буду сильно подробнее рассказывать про эти штуки. Сейчас я хочу рассказать еще немножко о том, откуда генерируется предложение. Я на словах уже заикнулся про это сегодня, но не объяснил. TC от Q это функция под названием Total Cost. Это общие издержки фирмы. Издержки фирмы для производства Q единиц товара. Ну и есть некоторая цена. Давайте зафиксируем цену на каком-то уровне. Допустим, цена будет 100. Вот это цена. P равно 100. И давайте нарисуем на этом графике кривую MC. MC от Q. Это marginal cost. Предельные издержки. То есть скорость роста TC от Q. Давайте два определения дадим. Взрослая. И детская. Взрослая определение. MC от Q. Это производная TC от Q. Детское определение. MC от Q. Это TC в точке Q плюс 1. Минус TC в точке Q. Нет. Marginal cost это не типа, если они с плечом производят. Я понимаю. Я тоже слово marginal. Типа такой, что это типа маржинальная торговля. Типа нет. Нет, в речне об этом. Маржинальная торговля с плечом. Слово маржинальная там на самом деле имеет такие же истоки примерно. Там смысл в том, что при маржинальной торговле у вас типа каждый маленький пунктик, там доллар условно относительно рубля совсем чуть-чуть изменился. Но из-за того, что вы не на тысячу долларов торгуете, а на миллион, который вы взяли взаим, у вас реакция вашего портфеля на это огромная. То есть идея как раз в том, что вам типа маржинальная торговля, тогда вы берете с плечом торгуете, да, с большим там дополнительным капиталом, и у вас типа на каждое минимальное мельчайшее изменение цены базового актива, которым вы торгуете, акции, облигации, там ценные бумаги какой-нибудь любой, фьючерсы, опционы или валюты, минимальное изменение цены, и у вас типа портфель на это очень сильно реагирует. То есть либо очень сильно там просадка уходит, либо очень сильно повышается. То есть у вас типа маржинальная прибыль от торговли такой очень высокая по модулю. То есть либо типа очень высокая в плюс, либо очень высокая в минус. Вы таким образом увеличиваете свою маржинальную прибыль по объему. Поэтому это называется маржинальная торговля. Немножечко трейдил крипту. Ну вот видишь, теперь хватает денег на вебинарчики, да, на трейдил. Отличие взрослого от детского определения. Понятно? Взрослый использует производную, детское нет. Взрослая очень точная, детская немножко неточности имеет. Взрослое определение, скорость изменения ТЦ. То есть это типа дополнительно, насколько сильно растут издержки в точке Q. То есть то, как много дополнительных издержек мы будем нести в точке Q, если немножечко увеличим производство. Что такое производное, помните? Что такое ТЦ штрих от Q? Это предел при H стремящемся к нулю. ТЦ в точке Q плюс H. То есть прибавляем немножечко-немножечко дополнительно, хотим произвести одну миллиардную. Вычитаем из этого старое производство, старые издержки. Получается, мы получили прирост издержек. Ну и мы это делим на H, чтобы не считать просто маленький прирост издержек, а считать его в отношении к H. То есть увеличил совсем чуть-чуть и хочу узнать, во сколько раз пропорционально больше выскочили издержки. То есть, словно, давайте сотрем предел и просто скажем, что H очень маленькая. H очень маленькая. Мало. Таким образом, МЦ от Q умножить на очень маленькое H будет равно как раз приращению ТЦ от Q плюс H минус ТЦ от Q. То есть изменение издержек, оно пропорционально изменению аргумента, а коэффициент будет как раз МЦ. То есть МЦ это такая штука, типа, это дополнительная, это коэффициент, на который надо умножать приращение Q, чтобы получить приращение ТЦ. Этот коэффициент меняется с изменением Q, потому что это производная, это не постоянная функция. Если, например, здесь квадратичная какая-то штука, то это линейно меняющаяся штука. В каждой точке у нас разные коэффициенты. Идейно надо производную воспринимать как коэффициент. То есть изменение Q это H, типа Q плюс H минус Q, умножить на МЦ. Чуть-чуть поменяли, посмотрели, что произошло. Вот настолько поменялись издержки. А если H равно 1, то получается детское определение. ТЦ от Q плюс 1, видите, вместо H единичка. ТЦ от Q и H равно, то есть очень маленькое в детском определении это 1. И мы, типа, не хотим говорить про очень-очень маленькие, одну миллиардную, одну миллионную, это детям очень сложно понять. Мы хотим говорить про единичку. Неточности здесь понятно какие. У нас МЦ может быть вот такой вот функцией, у которой значение в пятерке такое, а в шестерке такое. В итоге получается, что когда Q равно 5 у нас вот такой коэффициент, когда Q равно 6 у нас вот такой коэффициент изменения. А в детском определении мы просто говорим, что да, пофиг, возьмем производство за 6, проигнорируем изменения МЦ от 5 до 6 и все. И будет вот. Зато в детском определении очень просто объяснить, что такое МЦ. МЦ от Q это то, насколько увеличиваются издержки в точке Q, если произвести еще одну единицу. То есть если совсем по-тупому мы хотим произвести на один стул больше, как много дополнительных издержек нам придется понести для продажи этого стула. Что у нас там? Ну, прибыль портфеля сейчас минус 80%, а на пике плюс 150%. Ну что ж, это торговля крипто, и что же вы хотели. В смысле, понятно, мой совет на эту тему простой. Никогда не вкладывайте в рисковые активы больше, чем 10% вашего портфеля. Вообще 40-50% вашего портфеля должно всегда лежать на депозитах рублевых, долларовых, лежать где-нибудь в гособлигациях, то есть в максимально стабильных активах, в золоте, ну, то есть большая часть портфеля, тогда у вас никогда, в принципе, не будет минус 80%. А если в абсолюте посчитать, то я годовых пару десятков курсов протрейдил. Пару десятков годовых курсов. Это 15 тысяч годовой курс умножить на пару десятков 300 тысяч рублей. Да, детское определение подходит для дискретных товаров. Если бы не трейдил, было бы все минус 95%. Но легче от этого не становится. Ну да, протрейдили, так сказать, деньги свои. Хорошо. Вот определение, детское определение МЦ, вот взрослое определение МЦ. Взрослое гораздо удобнее для использования в... Ну, мы можем тут инструменты мат-анализа подключать, да, там всякие производные брать, непрерывные картинки всякие. Если у нас ТЦ, это какая-то дичь, там, квадратичная, мы от нее берем производную, все по красоте. ТЦ по МЦ тоже легко найти, взять интеграл, да. Если одно из них связано производной с другим, то от этого берется интеграл, получается ТЦшка. Ну и детское определение МЦшки, вот. По детскому определению ТЦ через МЦ находится суммированием разных МЦ. То есть, что такое МЦ? Это издержки от последней единицы. Что такое ТЦ? Это суммарные издержки. Как найти суммарные издержки? Надо посчитать издержки от первой единицы, от второй, от третьей, от четвертой, от пятой и сложить, да. Вот такая штука. Так, к чему это все? Я сейчас не собираюсь давать все возможные, там, интересности, там, средние издержки, всякие фиксированные издержки и так далее. Я рассказал вам, что такое МЦ, что такое ТЦ. Сейчас, собственно, собираюсь с помощью этого построить кривые предложения фирмы. К чему это все было? Берем фирму. Можно немножко отмотать назад и заскринить определения на доске, которые были. Они нам понадобятся сейчас, чтобы вы понимали, что такое МЦ, что такое ТЦ, там, и так далее. Ну вот, давайте нарисуем здесь график МЦ. Как правило, он выглядит как-то так. Ну давайте, ладно, не совсем так. Мне не понравилось, как я нарисовал. Видите, нарисовал не идеально, перерисовываю. Так что каждый раз, когда я не перерисовываю, это на самом деле идеальный рисунок означает. Вот так лучше. Вот МЦ. Что значит, что это МЦ? Это значит, что это, условно говоря, стоимость последней произведенной единицы товара. Спрашивается, ноль единиц товара производить выгодно или нет? Когда я произвожу ноль, я не терплю издержек и не получаю прибыль. Виталий Евгеньевич. Здорово. Трансляции. По высшей математике. Ничего себе, как вы заскочили. Зайдите в основную группу Школкова. И там есть, типа, вышмат. Ну, то есть, давайте я проще, наверное, вот так вот. Вот сюда заходите. Марафон Школкова.нет. Да? Марафон. Английский. Марафон. И там уже выбираете, типа, вышмат. И там переходите. Рассылочку там подписывайтесь. Вконтакте вам все приходит. Вот. Выгодно либо не производить, либо производить очень много. Но в серости девятого класса потребуется дифференцировать, интегрировать или будут заставлять по-детски? Сейчас. Потребуется или будут заставлять? Какой-то некорректный вопрос. Не потребуется. Вот так отвечу. И не будут заставлять. Так что ваше или ложно, потому что и то, и то ложно. Вот так. Дизъюнкция ложно. Не потребуется дифференцировать и интегрировать. Обычно девятый класс делают без знания производные и интеграла. Но при этом, типа, никто не будет заставлять по-детски. Если вы нормально посчитали производные, все написали, это решение будет считаться корректным. Какая разница. Вот. Если мы произведем одну единичку товара, то у нас МЦ от этой единички оттекенная, огромная. Мы очень много денег потеряем для производства единички. А получим всего 100 рублей. Пусть здесь, например, 120. Так вот, стоимость производства первой единицы 119. Мы теряем вот этот кусок. Вот это вот все теряем, короче. Одну единицу умножить на деньги, которые... Давайте вторую произведем. Блин, нам край. Мы еще денег потеряли. Вот столько потеряли денег. Интеграл от этого, да? Интеграл это площадь под графиком, помните? Вот мы теряем издержки от первой, второй. То есть мы теряем вот этот весь столбец огромный и получаем вот этот вот столбец. Тупо, убытки. Нафиг так делать. Может 3 единицы надо произвести? 3 единицы это точка максимальных убытков. Когда мы очень мало производим, мы теряем все вот это вот. Потому что когда мы 3 единицы производим, вся площадь под МЦ заштриховывается. Это же ТЦ как раз, издержки. При этом 100 рублей умножить на 3, 300 рублей, площадь этого прямоугольника, это мы получаем. Это потому что цена товара. Мы продаем товар по цене 100. И в итоге давайте смотреть дальше. Давайте произведем побольше. 7 единиц. Тогда вот это все нам идет в плюс. Плюсики поставлю. Мы радостно производим вот это, потому что получаем вот такую прибыль, теряем вот такое МЦ. Каждая следующая произведенная единица обходится нам вот в такое вот МЦшечку и добавляет нам вот такую Пшечку. П минус МЦ это наша прибыль, наши плюсики. Мы довольны. Давайте еще немного, блин, мы снова потеряли денег, да. Вот одна проблема сейчас на уме, да. 7, 8, 9. Это все очень выгодные цифры. Каждая следующая производит нам дополнительную прибыль, потому что цена выше, чем МЦ. Круто. Терять МЦ, получать П. Очень приятно. В итоге доведем это все до, допустим, 20. В точке 20 еще выгодно. В точке 21 тоже еще выгодно. Мы получаем дополнительно П над МЦ, да. Вот это все наша прибыль. А вот дальше 22 точка уже невыгодно. Мы начинаем терпеть убытки. И чем дальше, тем больше убытки мы будем терпеть. Таким образом, самая классная точка для производства это 21. Мы говорим, Q оптимальное равно 21. Если я произведу 21 стул, то я получу максимально огромную вот такую прибыль. Вначале потеряю маленькие издержки, но пофиг оно того стоит. Я заработаю кучу денег, вычету из этого вот этот маленький кусок. Меня это не волнует. Перепутал МР и МЦ. Остановиться на вершине параболы. Интеграл от F от X минус P. Брать нужно и максимизировать. Да. По сути, у нас МР в данной ситуации равно 100. Что такое МР? Marginal Revenue. Предельный доход. То есть доход от последней единицы товара. Опять взрослое определение и детское. Детское определение такое. МР от Q равняется ТР от Q плюс 1 минус ТР от Q. Это как бы прирост дохода. Мы такие типа увеличиваем производство на одну единицу и смотрим, насколько возрастет доход. Новый доход минус старый доход. А взрослое определение, кто его угадает? Молодцы, правильно угадали. Это ТР штрих от Q. Чему равно ТР от Q в нашей модели, где цена равна 100? Доход. Какой Total Revenue? 100 умножить на количество проданного товара, правильно? Чему равна производная? МР равняется ТР штрих, равняется 100 Q. Штрих. Это просто 100. То есть доход от каждой дополнительной единицы равен 100. В этой модели, в нашей, которую мы сейчас рассматриваем, это модель совершенной конкуренции, МР будет всегда равно цене товара. Если цена товара 100, то дополнительный доход от каждой следующей единицы 100. Это немножко меняется в ситуации с монополией, олигополией и так далее. Мы это рассмотрим все позже. Сейчас интересует то, что у нас при каждой следующей единице плюс 100, плюс 100, плюс 100, а МС у нас какая-то неприятная функция. Мы получаем дополнительные ништяки, когда P выше, чем МС. Почему в 21, а не на вершине параболы? Потому что вершина параболы вообще нехорошая точка. Она специфична тем, что доход перестает расти и начинает убывать, но это не самая оптимальная точка. Если вы думаете, что это оптимальная точка, да, в ней мы получаем самую большую прибавку P над МС. Но почему? Вы что, не хотите произвести 10 единиц разве? Я хочу. Смотрите, я произвожу десятую единицу. Десятую. На первых девяти я уже получил прибыль. От десятой единицы я получаю вот такой вот доход. И вот такие издержки теряю. Вот эти все деньги я с удовольствием складываю к себе в карман дополнительно, благодаря тому, что я произвел десятую единицу. Я произвожу десятую единицу, получаю вот столько ништяков. Я доволен. Плюсики в карман. Кайф. Радостно. Произвожу десятую единицу. Произведу 11? Да, произведу. Смотрите, цена выше, чем издержки. Дополнительная цена выше, чем дополнительность. Произведу 11 единицу, получу еще 100 рублей за нее, потеряю всего еще дополнительно с 30 рублей. 70 в карман? Да, интересует. 12 тоже интересует. И так мы будем делать до 21. Согласен. Положительная экономическая прибыль. Оптимальная точка – это когда доход начинает убывать. В данном случае, на самом деле, там максимизация интеграла. Не доход, а прибыль. В этой точке максимальная прибыль. Мы добиваемся состояния, в котором MR равно MC. То есть мы добиваемся состояния, в котором MR минус MC равно нулю. Но есть одна опасность. MR равно MC и в этой точке, и в этой точке. Мы выбрали эту точку, потому что в ней максимальная прибыль, в ней она больше, а в этой минимальная прибыль. Давайте подумаем, что такое MR минус MC, давайте по взрослому определению. Когда TR' минус TC' равно 0, то есть это когда TR минус TC' равно 0, то есть мы приравниваем к 0 производную от TR минус TC. То есть мы такие берем профит, это как раз разница между выручкой и сдержками, и говорим, что производная от прибыли равна 0. Ну вот у нас график прибыли такой, типа вот эта вот точка минимума прибыли, в ней производная равна 0, вот эта точка максимума прибыли. Вот минимум, вот максимум, две точки, где производная равна 0. Нас из них интересует та точка, в которой максимум прибыли. Прибыль возрастает, пока мы за каждую следующую единицу получаем больше, чем теряем. Прибыль начинает убывать, когда мы за каждую следующую единицу получаем меньше, чем теряем. Очень простая моделька. У нас на черных треугольниках затраты на производство единицы товара превышают его цену. Да, мы здесь теряем бабки, а потом начинаем получать. Но на этом рынке выгодно работать, потому что чуть-чуть потеряв, потом дофига получив, мы окупаем потери. А дальше мы начинаем терять, 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 по-дикому нас это не интересует, поэтому мы не будем в ту степь уходить вообще, мы остановимся в этой точке. Q оптимальное равно 21. Мы приравниваем MR к МЦ, просто очень много экономистов на все расти на регионе делают так. Приравнивают MR к МЦ, находят точку и довольные пишут ее в ответ. Неправильно. Вы, возможно, нашли не точку максимума прибыли, вы, возможно, нашли точку минимума прибыли. Ну и еще тут вовремя рассказать анекдот. MR равно МЦ считается настолько просто максимально популярным равенством, его типа все используют. Ну просто типа экономика, MR равно МЦ. Ну это как типа физика, Эйнштейн, Е равно там массу умножить на скорость света в квадрате. Там типа математика, 2 плюс 2 равно 4. Экономика, MR равно МЦ. Это типа такая сразу, вот вообще, самая одна из первых штук. Я просто сразу рассказал смысл, что MR равно МЦ, это на самом деле производная от прибыли равна нулю. Это то же самое. Ну и, соответственно, анекдот про это экономический такой. Типа берем MR равно МЦ, а все знают, что это верно, да? Сокращаем массу и получаем, что радиус описанной окружности равен константе. Это типа доказательство того, что у всех треугольников одинаковый радиус описанной окружности. Видите, константа написано. Вот такой глупый анекдот. Что там? Начинает не убывать, а меняет знак. Совсем уж, бред, пишу. Ничего, что чуть-чуть потеряю, зато разберусь, какие альты самые крутые. Думал я так в декабре 2000. Ну да, чуть-чуть потеряли. Так вот, это все ведет, на самом деле, все к одной конкретной, большой и прекрасной, и приятной мысли. Мы сейчас выясним, как кривое предложение рождается. Смотрите, дети, вы наблюдаете кривую предложение в ее естественной среде обитания. Вернее, не так. Сейчас мы с вами будем наблюдать увлекательный процесс появления на свет новой кривой предложения. Кривое предложение рождается прямо на наших с вами глазах. Вы только посмотрите на ворожительное кривое предложение. Картинка следующая. Есть цена. Есть МЦ у фирмы какой-то. Как фирма выбирает? Она такая, о, цена выше, чем МЦ, круто. Вот, круто, вот точка пересечения, вот Q, которое я буду производить. Мы говорим, окей, чувак, а если цена не такая? А если цена такая? Он говорит, круто, тогда я смогу произвести побольше и заработать дополнительные денежки. Смотрите, раньше цена была такая, и мне неинтересно было дополнительно произвести, потому что я терял деньги, терял деньги. А теперь мне интересно дополнительно произвести, потому что я получаю деньги от дополнительных продаж, если цена такая высокая. Старая Q меня больше не интересует, рост цены, и я могу теперь, благодаря дополнительной прибавке в цене, позволить себе больше предельной издержки. Мы в самом начале обсуждали это в тексте, а теперь обсуждаем это на графике. Математика, круто, да? Вначале я говорил о том, что чувак какой-то там продает какие-то стулья, и цена на них 100 рублей, и он продает такое количество. Цена стала 120, и он такой, о, круто, открою новый завод, найму новых сотрудников, но это все стоит дополнительных денег. Лишний 1001 стул, там 50 стул после 49-го, обходится дороже, чем 100 рублей, по которым он раньше их продавал. А теперь цена 120, и он может их продавать больше, потому что дополнительную прибыль извлечет. На картинке это выглядит так, что у него просто кривая дополнительных издержек возрастает. Чем дальше, тем больше дополнительных издержек ему приходится нести на создание дополнительных стульев. Если цена повысилась, то его желаемая Q тоже повысилась. Он сдвинулся из Q1 в Q2 при сдвиге с цены P1 до цены P2. А если цена, наоборот, упадет и станет вот такая вот P0, то наш челик такой, блин, вот такую убытки, потом вот такая прибыль произведу Q3. Видите, поменьше. Но он никогда не будет вот здесь пересекать, потому что он не дурак, как некоторые экономисты, которые случайно дошли до региона, пишут MR равно MC, и пересекают MR и MC не в той точке, в которой оптимум, а наоборот в той точке, в которой самая маленькая отрицательная прибыль. То есть он никогда не пользуется вот этим участком кривой MC. Если взять еще какую-то цену, он вот здесь выберет точку. Или в какой-то момент перестанет просто производить, потому что для него, вот, например, уже даже такая линия невыгодна. Он потеряет очень много денег, а получит очень мало денег. Видите, площадь этого сегмента очень маленькая, а площадь вот этого вот треугольничка очень большая. Так что он не будет вообще в этой точке уже производить. Суть в том, что у продавца, если нарисовать MC, то вы должны понимать, что если я сотру вот так вот один кусочек, то получается кривое предложение этого продавца. Хоба! Как это так? Типа при каждой цене Мы получаем Давайте вернемся обратно в MC Пересечение с MC И продавец говорит нам, какое Q он хочет продавать, чтобы получать максимальную прибыль Q1 Понижаем цену до P2 Он получает новую точку В которую переходит из Q1 И все, вуаля, готова новая точка И он типа при более низкой цене Мы все время пересекаем цену с возрастающим участком кривой MC Мы никогда не пересекаем цену с убывающим участком, это не выгодная точка пересечения Нас интересует наоборот точка пересечения, когда MC снизу вверх пересекает Поэтому возрастающий участок кривой MC становится предложением фирмы А значит, множество фирм, множество возрастающих участков складываются, появляется кривое предложение на всем рынке Вот так они появляются Вот так вот, круто кажется Так, что у нас там? Куча текста Че, че, че? Че происходит? Ой, божечки, кошечки Вы что, стали трейдинг битков обсуждать в чате? Какой же вы наивный, говорит Кирилл Коновалов Я тоже таким был, обоснуй Ребята, не надо ругаться на моих вебах, какие-то вкидывать друг к другу Утверждение В точке единичной эластичности, Макс, прибыль нет, неправда В точке единичной эластичности спроса, максимальный доход По прогнозам, он за 100 дней до халвинга всегда расти начинал Ну и где мы сейчас? Правильно, 8К Короче говоря, рынок сильно изменился, когда капитализация перевалилась за 100 ердов Теперь ничего не работает, кроме уровня и объемов Подумаешь, кит скинул ярд и покошмарил курс Восстановится гиб, гиб, молот, бычьи дожди Что происходит? Прекратите отставить Превратили веб по экономике в спор отчающегося и еще верующего криптоинвестора Неравномерно оно будет Через 5 лет будет за 100К Конечно, будет расти Волатильность большая, он не поступит как валюту все Наркоторговцами Все понятно, годовой курс экономики 100К Меня интересует Киты там, бычьи дожди Боже мой Что за терминология вообще? Короче Прикольно К чему мы пришли-то? К тому, что на самом деле Возрастающий участок кривой МЦ Это кривая предложения Индивидуальное кривая предложения фирмы Стираем все, оставляем возрастающий участок При каждой цене фирма пересекает цену с этим участком кривой МЦ Получает какой-то КУ И говорит, вот столько я и буду производить Потому что для меня это максимально выгодно Приносит мне максимальную прибыль Теперь вы должны прекрасно понимать Откуда у фирмы появляется ограничение на производство Я в самом начале задавал этот вопрос Почему нельзя по 100 рублей продать не тысячу стульев А две тысячи И заработать вместо 100 тысяч рублей 200 тысяч рублей Ну потому что каждый, типа тысяча первый стул Уже невыгодно продавать Он уже приносит меньше денег, чем Типа мы тратим на его производство Зачем тогда это делать? Доход может быть будет большой, но прибыль будет маленькая Так что это логично Не дожди, а доджи Хорошо Но додж я понимаю, что такое Это тачка такая Бычий додж Это типа быки торговали на рынке на повышение Заработали денег, купили себе додж Изи Короче, кривое предложение возрастающее Потому что вот Потому что возрастающий участок кривой МЦ берется А еще кривое предложение существует То есть при каждой цене некоторое конкретное количество берется Ограниченное Потому что любая фирма умеет отвечать на вопрос Сколько она будет продавать, если цена на рынке будет такая Откуда она это берет? Она берет свою кривую МЦ и говорит О, если цена такая, то я буду продавать столько Редкая ситуация, когда МЦ нулевое Тогда при любой цене фирма готова продавать бесконечно много Но таких ситуаций в реальной жизни нет Банально есть даже издержки сопряженные Ну то есть, например, условно представьте, что Кто-нибудь воду продает Вода же бесплатная, вон течет в любой реке вроде бы Но нет, вы хотите питьевую воду продавать Ну какая проблема, вон родник любой возьмите и продавайте Ну да, окей, но из родника вытекает ограниченное количество воды в единицу времени Еще ее надо собирать То есть у этой воды физической ограниченности вроде нет Зато есть экономическая ограниченность То есть сбор воды стоит денег Должен какой-то человек собирать эту воду из родника Или там автомат какой-то То есть тратить силы, электроэнергию, инвестировать в это что-то надо В итоге получается, что у вас МЦ не нулевое Ну и в итоге где-то там цена устаканивается на таком уровне Что физическое ограничение Типа есть у каждого продавца Сколько он готов продать при каждой цене Ну то есть мы все время оперируем на реалистичных Настоящих участках кривых предложения Где при каждой цене есть какое-то количество Которое продавцы готовы продавать Вот Такая штука, кривое предложение Есть ли вопросы про кривые предложения? Изи, это изики, это изи Что? Зачем? Что происходит? Если нет вопросов, если я все нормально, понятно объяснил По кривым предложениям, зашибись, тогда давайте Перезапустим вебчик Для формальности, для проформы просто Ну условно там Небольшой перерывчик возьмем между вебчиками Минут так Типа 10, наверное И начнем условно в 19.45, 19.55 Нет, 55 это многовато, да? В 19.45, короче, вот так вот где-то Начнем в следующий вебчик, где я вообще просто разнесу Все, спрос, предложение на одной картинке Бам-бам, пересечение, там всякие сдвиги, перемещения Как там цена Все станет понятно, как это все вместе работает Мы разбираем и спрос, и предложение И на прошлом вебе, и на этом Глубже, чем их обычно дают То есть обычно, в смысле, спрос, предложение ограничивается тем, что просто типа вот Вот эта функция спрос, эта функция предложения Все, молодцы, поздравляю Я так не хочу, я хочу дать вам гораздо более глубокое понимание того Что это за штука вообще, откуда она берется Я для этого немножко залезаю в другие темы, которые я еще пока не рассказал Ну вот типа вот в структуру издержек фирмы, например, да? Но, блин, мне кажется, что это очень прикольно Увидеть, типа, как именно в пересечении цены и издержек фирмы Появляется оптимальное количество, которое она хотела бы произвести для максимальной прибыли И это как раз создает кривые предложения Мне этого очень не хватало Когда я в самом начале только-только узнал про кривые предложения Я такой, а сфига бы они вообще есть То есть я не понимал, почему никто не может производить при любой цене больше или меньше Почему у нее положительный наклон Просто это давалось, как некоторая аксиоматика в начале освоения курса Мне это жутко не нравилось Это все как бы потом узнавал, когда просто соединял несколько разных моделей воедино И такой, о, прикольно! На самом деле одно берется из другого И там все как бы логичным образом взаимосвязано Вот я сейчас хочу рассказать именно так же То есть рассказать так, чтобы вы сразу понимали Всю как бы стройность этого изложения и построения Поэтому у меня такой вот очень осторожный, аккуратный выбор порядка тем То есть я рассказываю именно в том порядке, в котором кажется Это удобно и красиво все вместе понимать Ну и про спрос то же самое, да? То есть мне хотелось не только, например, рассказать вам, что вот есть функция спроса, она такая Вот есть закон спроса, он работает А показать множество примеров, где он работает, где он не работает, за чего он появляется А, ну важная вещь, которую я не рассказал, это Второй кусок, который я не рассказал, это факторы предложения Понятно, что это просто то же самое, что факторы спроса То есть тут вообще на самом деле нечего рассказывать Мы обсудили в прошлый раз вот это вот путание людей Когда они говорят спрос или величина спроса предложения или величина предложения Типа здесь все то же самое работает Рост предложения, падение предложения тоже происходит по стандартным причинам Типа там субсидии государства, там изменение цен на факторы производства Факторами предложения являются количество продавцов, цены на труд, цены на капитал, цены на всякие прочие факторы производства Из которых делается товар, цена на доставку, на электроэнергию, бла-бла-бла На все сопутствующие штуки, которые используются в производстве Количество продавцов, их вот эти возможности и способности Ну и всякие там государственные вмешательства, налоги и прочие факторы Стандартные штуки, которые влияют на появление предложения Ну и вот, как вы узнали, предложение рождается из отдельной фирмочки, которая отдельно чего-то хочет Соответственно, можно понимать, что вся внутренняя структура фирмы, новая технология и прочее такое Все влияет на предложение Все вроде бы Да, второй веб обычно лютый, потому что я, как правило, после первого разогнался И все, и дальше вам край, понятно, я начинаю объяснять, жарить, мне все нравится Но я специально готовлю к этому вебу такой момент, чтобы я уже там парочку вебов что-то объяснил Ну вот на этой неделе я, получается, первый веб домашку разобрал по прошлому Видимо, это довольно часто буду делать, чтобы побольше было нарешивания тоже, да Потому что, ну, просто домашка дома решать неинтересно, домашку здесь разобрать, понятно Вот такая штука А потом я рассказал про спрос, про предложение, сейчас я вам расскажу про замес Но, к сожалению, на этой неделе ничего сложного То есть, типа, просто спрос, предложение, их совместный замес Может, я так чуть-чуть заикнусь на некоторых сложных вещах, потому что хочу Но объявленная сложность низкая Рассказывать сильно, жестко тут ничего нельзя А вот на следующей неделе О, мясо, мясо, налоги Вас ждут налоги Так, все, давайте прерывать вебчик Маленький перерывчик Давайте там, кто там хотел за льдом, колой и бла-бла-бла Идите Что вам там надо было Плати налоги Плати налоги Марафонец Все Этот веб я останавливаю Плати за марафон Надо говорить, а не налоги Маленький перерывчик